добрый день с вами илья афанасьев это первый разбор полетов я буду критиковать фотографии участников курсов фото мастерство я сейчас промотаю все фотографии которые я выбрал для этого просмотра чтобы вы увидели какие фотографии будут если ваши фотографии в этом разборе ну и соответственно приняли решение если смысл вообще вам смотреть это видео постараюсь записать это видео очень быстро в течение 20 минут я думаю мы разберемся со всеми с этими фотографиями и так самого начала здесь очень красивый пейзаж чтобы ну он не нравится тем что есть плановость то есть передний план есть средний план есть дальний план мне не совсем понятно почему девушка которая сбегает в кадр почему не обрезаны ноги и соответственно я бы предложил чтобы сфотографировать ее тогда когда она вот займет где-то вот это место также видно что здесь отсутствует обработка и экспозиция взята по дальнему плану а передний план полностью темный то есть конечно надо бы такую такой кадр вытягивать фотошопе white room так вот этот кадр мне нравится здесь есть вот лампочки здесь есть вот эта паутина то есть в принципе он достаточно художник эта девочка она в проеме стоит то есть все хорошо но какие проблемы или чтобы я порекомендовал сделать следующий раз фотографу ну во первых постараться немножко отойти назад чтобы не обрезать ступни то есть людей мы кадрируем только по каким-то не там где заканчиваются суставы то есть мы не кадрируем по ступням по коленям по поясу по локтям по шею да то есть какие-то другие вот промежуточные варианты мы должны использовать при кадрировании здесь же в принципе можно было взять так чтобы у всех ноги были вообще видны и наверное вот здесь главный герой насколько мне известно у этого мальчика было дни рождения он себе он загораживает пистолетом свое лицо то есть принципе наверно постову попросить его эту пистолет немножко опустить тут еще человек вот видно что у часть человека осталось нужно более или попросить отойти из кадра тогда можно было бы потом при кадрировании обрезать его но либо взять его в кадр вот с левой стороны непонятные предметы которые тоже на себя немножко тянут и конечно было бы лучше если бы такой кадр в этом кадре их не было ну в целом такая вот обычная фотография снято понятно что на непрофессиональный фотоаппарат и видно что использована была вспышка поэтому все вся фотография плоская если у вас есть возможность вспышку оторвать от вашего фотоаппарата и поместите ее где-то сбоку понятно что это нужно сделать через их синхронизатор конечно нужно этим пользоваться как только вы оторвете вспышку от фотоаппарата и даже будете ее держать каким-то образом и бить через потолок через стены у вас сразу ваши фотографии обретут художественность пока что это просто такой репортажный снимок я видел этот снимок в интернете мне он понравился чтобы я порекомендовал сделать во первых я бы не советовал резать руку таким образом чтобы вот оставлялась только три пальца да то есть получился такой мальчик мальчик такой хищник да или как это сказать чужой да инопланетянин и у него очень красивое отражение в глазах конечно такие вещи нужно вытягивать там видно что судя по всему его папа и фотографирует и если бы там это читалось лучше это было бы хорошо все же такие достаточно темные до глаза и хотелось бы конечно чтобы там что-то отображать очень много цветов и наверное в при обработке есть смысл немножко их приглушить то есть есть зеленый смотрите синеватый зеленый есть зеленый желтоватый да то есть принципе поэтому фотография смотрится так немножко разрозненно да и смотрите вот этот горизонт который мы здесь наблюдаем во первых немножко кривой то есть можно было бы немножко это повернуть фотокарточку да с другой стороны проходит посередине нужно следить за тем чтобы горизонт все-таки проходил либо по нижней трети либо по верхней вот так классный кадр конечно эмоции все дела задний свет то есть все а ну вот еще по поводу подписи конечно подпись даже не должна так сильно выделяться подпись должна присутствовать фотографии в таком виде чтобы она была малозаметна но если бы человек захотел ее прочитать кто все-таки автор этой фотографии он смог бы эту информацию найти на фотографии так еще один кадр этого же фотографа здесь ну не совсем понятен сюжет то есть сядь сюда и тебя сфото да то есть понятно что это не художественная фотография хотя все на этой фотографии при есть для того чтобы она стала художественно то есть вот эти вот диагонали есть вот плывущие здесь на доске дяденька то есть если бы девочку попросили бы вот хотя бы встать на доску и может быть занять какую-то такую же позу но неважно пусть она даже на это я понимаю что не доска просто как сказать трамплин наверное с которого прыгают да в воду но если она изобразила примерно такую же позу то было бы очень прикольная фотка но и конечно я понимаю что это пока не обрабатывалась никогда в фотошопе и когда вы будете обрабатывать нужно следить конечно вот за такими вещами и нужно это все вычищать на ноге на животе такие вещи нельзя оставлять на фотографии которым выкладываем интернет вот этот кадр мне в целом понравился он интересный какие у меня к нему есть придирки во первых он снят не в очень удачный момент то есть солнце полностью спряталась за тучей и принципе поэтому нету хороших хороших таких световых моментов на горах я раньше очень много фотографировал пейзажи и фотографировал независимость того есть свет нету светой и сейчас я понимаю что вот из многих многих своих фотографий я могу выбрать только ну как бы считаю хорошими только те когда действительно солнце пробивалась сквозь облака и что-то что-то как бы появлялась то есть если вы нашли хорошую локацию встаньте в этом месте постойте помедитируйте почитайте не знаю послушайте какие-то аудио книги аудио лекции дождитесь хорошего света он рано или поздно все равно туда придет и тогда вы сможете сделать действительно классный кадр не уходите с этого места если она вам приглянулась либо если вы в точке находится достаточно долго ну скажем там один-два дня ну скажем полных один полный день то есть смысл а может быть сначала прогуляться наметить эти точки а как только уже понимая есть понимание что скоро появится свет просто выдвигаться в эти точки уже прям между ними двигаться когда солнце уже выходит из из-за облаков из-за этого вот того что пока солнца нет то есть кадр достаточно серый но еще пара моментов которые я бы хотел поправить то есть во первых вот эта скала она желательно найти такой ракур чтобы она все-таки прерывала линию горизонта есть торчала над верхней вот этой горой и тогда это будет но значительно круче будет лучше смотреться передний план то есть надо было подойти к несли то с левой стороны и немножко приблизить также опять горизонт мы уже говорили про это он здесь примерно посередине то есть небо должно быть либо чуть чуть меньше либо наоборот небо должно занимать две трети кадры то есть галиния горизонта должна находиться на одной из третей так вот этот кадр он принципе хороший интересный но очень много воды и нет ничего она не значит то есть здесь нету ничего такого интересного поэтому я советую либо какой-то находите объект может там лодка или еще что-то такое может быть самому кого-то запускать там человек чтобы поплыл куда-то ну то есть на самом деле не интересно смотреть что там там ничего не происходит и это очень важно когда мы сравниваем вот эту симметрию то есть вверх с низом да если они у нас абсолютно одинаково с ничего нового не появляется то естественно что нам смотреть и сравнивать неинтересно плюс конечно в кадр не обработан очевидно то есть в облака пересвечены а из тени не вытащены ну вот эти вот деревья и такие цвета немножко странные да то есть несколько фиолетовое небо момент конечно учитывать что хорошего это мне нравится вот эта плановость то есть пошли горы 1 2 3 4 каждая следующая гора более светлая это очень хорошо это такое передает перспективу им нравится вот это вот дерево здесь который дает некую виньетку то есть такое ощущение что это уже такая художественная фотография следующий кадр это насколько мне известно катан карагай или катан карагай и мне очень нравится эти стога которые они там собирают ближе к концу лета очень всегда это красиво может быть есть смысл подсесть под сток чтобы он все-таки прервал линии вот этих гор тогда он посмотрелся более кассе то есть нужно больше ближе подойти плюс вот очень большое количество по место вот здесь спереди она ничего ни к чему не не привязана она не очень интересная это как раз если мы здесь снизу подрежем то соответственно сразу у нас получится наверху наверху некая треть эти давайте попробуем этот кадр немножко обработать так вам открыть вас потом с помощью фотошопа то есть я может быть какие-то моменты которые не были учтены может быть при съемке мы можем даже поправить прям при обработке наш берем инструмент кадрирование сверху видите здесь еще провода то есть их тоже надо конечно убирать так берет я всегда кадр его три к двум то есть независимо от того независимо от того получается ну может быть может быть иногда кадр получится не в этом соотношении иногда иногда лучше использовать другую пропорцию но я вот очень большой приверженец именно таких пропорций то есть три к двум нужно следить чтобы горы всегда уходили вскатывать я могу только что обрезать так что края к краю кадр кадра получилось бы гора поднималась она должна всегда краю кадр спускаться хоть чуть-чуть нужно ее спустить здесь это убрал здесь спуск наверно будет вот тут сложно его найти здесь где будет спуск но вот так вот и смотрите сток сена как раз на 3 то есть на пересечении третей он как раз получился может быть я сделаю дуболь чтобы убрать провод сейчас мы покажу как мы его уберем этот провод я возьму инструмент лечащую кисть да так попробуем так даже не такую вот такую нам побольше немножко ее так и шик через нажатый shift с этой стороны вот она мне ее но видите здесь просто у нас получилось проект прогибалась по поводу немножко таким образом я ее убрал и теперь смотрите какие интересные можем сделать вещи во первых я запущу сейчас просто по макрос который автоматически нам эту фотографию поправить посмотрим что он сделает это мой макрос ли как раз пейзажных обработки так вот здесь он чуть добавил контраста может быть не на на сто процентов и немножко вот он исправил исправил цвет но цвет мне не нравится как он поправил может быть ну чуть-чуть у нас сделать теплее но не настолько я хотел бы и вот сейчас смотрите какими интересным методом методом кстати константина киквидзе мы сейчас эту фотографию улучшим то есть мы будем выбирать определенные зоны на фотографии будем на них по вытягивать контраст то есть будем делать светлее здесь темнее вот здесь это как раз для облаков даем маску и прорисовываем в тех местах где это необходимо так вот и еще может быть немножко контраста я дам отдельно для переднего плана который мне тоже кажется не очень не очень контрастным не там я потянул наверно можно было бы вот так вот сделать да вот так вот так да попробуем здесь посмотреть и вот передний план тоже немножко проявил я считаю что на этой фотографии нет не хватает немножко цвета поэтому запускаю vibrance и втяну vibrance и немножко убираю saturation может быть еще с помощью selective color я уберу немножко желтого уберу и зеленого сделаю зеленым чуть более должны на и желтого да и желтого чуть уберу желтый тогда у меня будет вот желтый сделать чуть-чуть маженто вам больше и немножко цена то есть чуть-чуть поправлю зеленый цвет в принципе можно даже через his saturation попробовать желтые цвета чуть-чуть их сделать более насыщенными ну как-то не так сильно чтобы это произошло вот как то так вот теперь смотрим флатан имидж фотография до после у нас этот реверт был реверт до после до после ну то есть он сразу приобрела какую-то такую красоту давайте мы сразу не запишем каким-то названием я вышлю автору чтобы она у него была фотография очень красивая на самом деле так здесь серия по моему двух или трех фотографий сейчас я посмотрю сколько всего чтобы сразу прокомментировать обе давайте начнем с этой ну во первых мне не совсем понятен понятна эмоция на лице да то есть очевидно что такая немножко напряженный под низ лица я думаю что был смысл сделать больше кадров и все-таки расслабить как-то человека может быть заставить его посмеяться в голос просто когда люди просишь просто люди хохочут и вот когда они заканчивают хохотать да в этот момент нужно как бы снимать и это очень-очень становится красивым красивым кадром очень красивые эмоции поэтому старайтесь работайте с эмоциями моделей скота которые вы фотографируете потом мне непонятно вот эта труба и конечно надо было убирать ну и третий момент мне показалось может быть я ошибся давайте посмотрим мне показалось что фотография немножко завалено то есть мне показалось это по деревьям и по этой трубе сейчас откроем взял инструмент кадрирования так она вообще кстати скадрирована не не так как бы я хотел так девушка по третям сидит все хорошо и вот смотрим если мы ее немножко повернем вот так вот как будут деревья и как бы нет это и не поможет я и тем не менее вот как-то фотографии немножко завались надо просто все геометрии поработать немножко может быть это будет лучше фотографии мне больше нравится здесь и есть некое движение есть взаимоотношения между людьми непонятно там правда к чему мальчик тянется да если что-то что-то находилось вообще в принципе это было бы конечно круто но какие-то лишний элемент как я уже сказал трубу тут с левой стороны всякая фигня повылазила но и снизу это все можно обрубить это конечно такие вещи нужно из кадра убирать но в целом фотографии можно было немножко по фотошопить в частности я бы посоветовал убрать лишние цвета вот убрать из ногтей синие оттенки которые на себя тянут да может быть этот яркий желтая здесь хотя он в принципе в гамме общих у кадра но может быть стоило бы немножко это поправить чуть-чуть сделать его менее насыщенным вот так фотокарточка мне очень нравится единственное чтобы я посоветовал так это сделать ее с нижнего ракурса тогда бы у нас были бы вот эти доски прям на переднем переднем плане а так у нас переднего плана нету и сразу взгляд уходит туда в дверь и все больше смотреть на карточку не хочется а так бы у нас была дорожка прям ведущая из вот этим можно так сказать из джунглей в этот храм так этот кадр мне нравится он просто не скадрирован и еще я хочу про него сказать вот смотрите здесь свет по воде пошел если бы он прошел здесь он это было бы значительно круче то есть нужно было подсесть под фотографию ну смысле под взять более низкую точку и тогда сфотографировать и очень много сзади да то есть я советую принципе наверное вот как-то вот так вот скадрировать по третям да и сразу фотокарточка принимает как вот это может быть просто листик убрать штампом там еще чем-то попробуем получится не получится получается так так получается вот и принципе может быть немножко по контрасту поработать то есть фотокарточка мне кажется несколько темноватые то есть немножко им нужно было бы потащить может быть даже кривыми до поработать то есть мы берем на видно что сможет бы даже снята так не очень удачно в этом плане то есть недодержано скажем так ее бы стоило бы может быть потащить но вот здесь стоит прорисовать и смотрите вообще на самом деле если был бы крупный кадр было вообще круто здесь есть вот тут торчащий цветок не раскрывшиеся здесь капли воды вообще крупный план немножко с более низкой точки был бы вообще супер для такой фотокарточки и я уже смотрю вторую карточку этого автора мне много мы будем их смотреть я хочу сразу сказать что действительно подпись также она очень активная и она не должна быть такой желательно может быть ее пустить вдоль края и вертикально и может быть даже поменьше здесь линия рубит девушку это неправильно второй момент нога у нее опять же спряталась за камень так также ее не видно то есть надо поставить конечно было ее на одну из вот этих вершин этом камне либо поставить на какую-то такую точку где видно полностью и ноги то есть не обрубаются ступни и это что вот ракурс взят полностью со спины из-за этого спина и поп он они смотрятся достаточно такими крупными может быть когда бы чуть повернули бы ее в пол оборота да может быть даже на 45 градусов было бы это лучше и мне не нравится этот стиль обработки пейзажи не лучше вот в такие химические цвета не уводить на самом деле я уверен что было очень сильный синие красивые облака очень красивый может быть даже стоило проработать эти световые лучи красивая зелень красивая вода но из-за того что это был яркий день это судя по всему ну даже где-то часа четыре может быть пять но из-за этого конечно было сложно вытянуть эти цвета но их можно сделать фотошопе вот эта классная карточка и тоже ее она не скадрирована то есть очень много у этого автора фотокарточек которые не нравятся но они просто неправильно немножко скадрированы то есть очень много лишних деталей пожалуйста следите чтобы у вас на одной фотокарточке была одна история может быть стоило зайти чуть с другой стороны и убрать вот этот камень из кадра то есть чуть правее может быть стоило стать может левее но вот этот камень сейчас при этом кадрирование тянет влево до этот рисунок 80 ту фотографию эту композицию также может быть стоило подсесть пониже чтобы линия горизонта резала их не вот по голову по головам а чуть может быть ниже по плечам тогда это было бы круче может быть для этой фотографии такой стиль обработки и неплох вот еще как карточка с того же места принципе те же проблемы я считаю что человек вот здесь немножко смешан с фоном он как-то немножко вот здесь вот камни и он прерывает их своими коленями ну то есть как-то много мешанины а здесь очень много пустого пространства и еще две лодки какие-то там не знаю как то это все вытягивается тем что две лодки и 1 камень 2 камень здесь два бугра здесь два колена то есть принципе кадр имеет все ну как сказать все возможности для того чтобы быть быть красивым но наверное надо было иск поискать все-таки точку чуть правее где где бы человек не не был на фоне горы а было на фоне море также диагональ которая вверх уходит она не должна прям где полка ходить прямо в угол она должна уходить в чуть левее или чуть правее то есть должен быть просто намек на то чтобы уходит эта диагональ прекрасный кадр мне очень нравится судя по всему слон так опять же хочу предложить кадрирование немножко другое посмотрим какие есть варианты и мне не очень нравится здесь как выбран диафрагма то есть я считаю что слишком размыто такие вещи вот здесь вот на носу достаточно много интересной информации но она уже в размытии на глазе вы тоже не попали в резкость то есть видите здесь у вас непонятно где резкость поэтому и плохо чуть больше нужно закрывать диафрагму для того чтобы то и по таким вещам нет не мазать ну и кадрировать их соответственно этот кадр красивый интересный непонятно почему только вот здесь дерево у нас обрублено да то есть может быть стоило бы по-другому несколько скадрировать посмотрим какие у нас есть варианты как-то вот так и мне не нравится то что как бы нету вообще фотографии никаких никакого акцента то есть возможно стоило бы чуть правее уйти чтобы вот линия вот этих домов она была бы в центре кадра не не знаю не уверен так мы уже заканчиваем здесь на фотокарточке есть все те же как бы сложности то есть нет здесь все хорошо здесь просто мне не нравится что вот эти люди остались без внимания то есть либо их нужно было посадить вот сюда когда куда спускать ступеньки да или вот вот в эту точку либо их нужно было попросить уйти но если бы если и это это невозможно то есть вы не управляете ведь людьми то просто уберите фотошопе если этих людей здесь нету в этом кадре то соответственно нас становится вопрос относительно ну основного основного акцента то есть что же тогда главное тогда главное становится у нас вот вот лестнице этот спуск и она должна быть хорошо проработана это тот же самый способ который я уже показывал то есть мы берем просто делаем чуть более контрастным и сейчас очень как сказать я делаю это не очень аккуратно но даю вам понять как это можно сделать очень большой получился пляж если людей нету то конечно стоило бы чуть ниже подсесть чтобы он стал не таким большим в кадре и фотографии как мне показалось в целом несколько светловато то есть можно было и чуть-чуть все-таки увести так вот может быть как-то но не буду сохранять красивые карточки 1 2 но что мне не нравится первых такая центральная композиция я думаю что все-таки чуть больше третей и этим бы фотокарточка мне помешало здесь на это фотография очень большая голова здесь я бы спасает о либо ликви файл либо может быть при фотографировании сутки попросить модель поднять чуть выше подбородок чтобы не было вот этого да здесь так много волос и конечно понятно что для этой модели у меня так далеко глаза сидят может быть центральный ракурс это не самый лучший да для нее какой-то такой да он лучше подходит но обращайте внимание пожалуйста на то чтобы кончик носа все-таки либо не прерывал линию щеки либо прерывал и чуть сильнее понятно что это сложная связи с тем что тогда и второй глаз будет не сильно видно но нужно находить это знаете просто одна только точка когда но линия носа прерывает еще хорошо щеку а глаз все еще виден ее нужно искать эту точку и находить и мне не очень нравится что слишком далеко смотрят глаза соответственно вот с левой стороны от как сказать от радужки не видно белка поэтому будьте любезны старайтесь а чтобы радужка в вашей модели была чуть ближе к правому краю чтобы белок был виден с одной и с другой стороны так вот это фотокарточка явно постановочная мне не совсем понятно почему у нее обрубленная рука и обрублены ноги то есть эти цветы здесь явно лишних можно было не использовать вот и если бы если они нужны в кадре так пусть он тогда с ними взаимодействует на берет их руки куда-то там переносит пересаживает не знаю что то делает но вот то что они просто ее часть тела скрыли это непонятно можно там с рукой какие-то проблемы поэтому павел не потребуется непонятно в целом как бы все хорошо девушка в рамке все замечательно но согласитесь вот фоточка не смотрится как фотографии журнала почему потому что очень много цветов синяя дверь зеленая трава желтое платье еще вот тут разноцветные эти бусы нужно вообще попробовать вот еще в че в чб ее перевести она сразу будет лучше давайте кстати вместе попробуем это сделать так чб переводится следующим образом создаем канал корректирующий называется black and white вот и здесь уже играемся что мы делаем чуть посветлее потемнеет мы можем дверь сразу сделать видите темнее сразу девушка у нас как вылезает до зеленым да то зеленый тоже нужно смотреть нет правда еще и платье вот зеленым тоже можем играть вот и смотрим теперь смотрите до после ну то есть сразу сразу карточка для журнала почему сразу нельзя ну то есть эти моменты нужно смотреть всегда проверяйте может быть ваши фотокарточки будут лучше в черно-белом варианте особенно когда вас много разных цветных вещей эту фотокарточку комментирую на мастер-классе но я буквально два слова скажу она мне очень нравится потому что есть история то есть есть человек есть газета есть много инструментов понятно что он после работы здесь два ведра между этими двумя ведрами есть определенная симметрия мы просматриваем пространство между ними и таким образом опять концентрируется на человеке есть вот эти вот очки офигенские блестящие то ли они разбиты то ли чё но вот это блик мне очень нравится и видно продолжение этой истории то есть это банка судя по всему спилам понятно что у этого человека все будет прекрасный и дальше и последний кадр в нашем разборе мне очень нравится мне очень нравится крупные портреты чтобы я посоветовал сделать я бы посоветовал все-таки не ставить такую большую короткую зону резкости то есть чуть-чуть прикрывать нужно диафрагму посмотрите левый глаз у нас но для нас левые он в резкости правы уже не в резкости нужно следить за этими моментами чуть чуть больше резкости нам бы не помешало и вот эта рука да или это что-то такое опять же как помните в том вот кадре где есть мальчик тоже непонятно то ли это его рука это два пальца каких-то и вот тут опять же он выглядит как хищник и чуть чуть левее если бы мы взяли у нас бы здесь вот этот вот линия не ломалась там видно что человек сидит и вот здесь вот этот бы промежуток между головами был бы лучше если по ним не прервался ухом то есть чуть больше здесь место а в целом замечательный кадр снимайте это вот судя по всему либо автобус либо какой-то самолет ночи очень все красиво спасибо друзья за внимание я думаю что это первый но не последний разбор так что следите за видео на моем канале спасибо всего хорошего